МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. К службе готов. 1400 новобранцев из Чувашии отправились служить. Красота в каждый двор. Общественное пространство столицы благоустраивают по программе инициативного бюджетирования. Снова на ходу. Чебоксарский троллейбус образца 60-х проходит после капремонта обкатку. Второе место по росту зарплаты среди муниципалитетов. Об этом и других показателях социально-экономического развития Порецкого района за первое полугодие говорили сегодня на совещании. Один из главных оценочных критериев – исполнение бюджета. К концу первого полугодия он исполнен на 121 миллион рублей, что выше уровня прошлого года на 19%. Основная доля расходов – образование и культура. Агропромышленный комплекс – основная составляющая экономики района. В этой отрасли реализуется немало инвестиционных проектов. Один из них – агропарк Чувашия-Сучуань. Первый этап завершится в 2021 году. Порядка 800 миллионов уже сегодня вложено в устав данного предприятия. Предприятие все свои обязательства, которые наметило в предыдущие годы, сейчас планово реализует. Поэтому здесь, с учетом того, что сегодня показатель инвестиций получает оценку на уровне Российской Федерации, вы делаете важное дело, важное дело не только для района, но и для республики в целом. Программы развития общественной инфраструктуры и инициативного бюджетирования открывают пространство для творчества. Сельские территории приобретают современный облик. А вот с реализацией нацпроектов району необходимо ускориться. Через реализацию данных проектов дается оценка развитию территории, кабинету министров, главе республики. Поэтому здесь наша совместная работа должна носить с вами эффективный характер. На совещании обозначили и проблемы. Разрушаются берега Суры, выходит из строя ряд автомобильных дорог, нет освещения трассы Чебоксары-Сурская в селе Кудиха и Раздольная. Для решения этих вопросов потребуется помощь власти и республики. За два года отремонтируют мост через Суру в Парецком районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже приступил к работам. Сегодня на объекте побывал председатель кабинета министров Иван Моторин. Парецкий мост уже давно находится в аварийном состоянии. В 2016-м он частично обрушился, его подлатали и организовали временное реверсивное движение. Тогда же по нему запретили ездить грузовикам весом больше 10 тонн. Но, по словам местных жителей, водители запрет игнорировали. На мосту уже идут подготовительные работы. Специалисты восстановили передвижную конструкцию для работ под мостом. Начали строить земляную дамбу к одной запор. Ремонт пройдет в два этапа. Сумофинансирование 183 миллиона рублей. В конце августа по контракту мы должны завершить работы по ремонту пролетных строений, по укреплению и по ремонту опорных частей. В следующем году планируем приступить к ремонту уже мостового полотна. Это замена бетонного основания, замена тротуарных плит на ортотропные плиты и асфальтирование. На объекте организовано реверсивное движение и продолжает действовать ограничение по массе до 10 тонн. При проведении некоторых видов работ не будут пропускать и трехтонники. Регламент предполагает и полную остановку. Надо тогда все графики работ согласовать, с районом отработать, чтобы не было коллапсов. Жалобы забросают. Представьте всего по 2-3 часа ждать. Это люди должны знать, чтобы объезд лучше. Завершается приемная кампания. Отделение Пенсионного фонда России по Чувашии напоминает. Семьи, владеющие материнским капиталом, могут использовать его на оплату образовательных услуг для своих детей. В частности, можно направить средства маткапитала на оплату обучения и проживания в общежитии своих детей. К началу учебы ребенок должен быть не старше 25 лет. Необходимо выбрать образовательную организацию на территории России, у которой есть право на оказание соответствующих образовательных услуг дневного, вечернего или заочного отделения. Среди жителей Чувашии оплата образования является вторым направлением расходования маткапитала после приобретения жилья. Начиная с 2009 года, общий объем средств, направленных семьями Чувашии на получение образования детей, в среднеспециальных и высших учебных заведениях, превысил 120 миллионов рублей. 1400 новобранцев из Чувашии отправились на службу в рамках весенней призывной кампании. Весенний призыв граждан на военную службу в этом году закончился 15 июля. Задание, установленное штабом Центрального военного округа, выполнено в полном объеме. Отправлено в войска 1400 человек, в том числе вооруженные силы Российской Федерации 1300 человек. Сухопутные войска 779 человек, военно-морской флот 60 человек, воздушно-космические силы 172 человека. В рамках весеннего призыва были задействованы мероприятия контрольного медицинского исследования, когда в отношении 1611 граждан Минздрава были проведены так называемые контрольные мероприятия, где были отменены частично решения призывных комиссий муниципальных районов и городских кругов. И ряд граждан были признаны призывниками в установленном порядке. Так называемый процент годности в этом году составил более 70%. Но в соответствии с концепцией Федеральной системы подготовки граждан России к военной службе, перед региональными властями стоит задача к 2020 году довести этот показатель до 79%. Первоочередной мерой станет профилактическое обследование здоровья призывной молодежи. Около вашего дома нет парковки или детской площадки? Тогда она идет к вам. Речь про программу инициативного бюджетирования. По ней продолжают благоустраивать столичные дворы. Вот так с демонтажа старых конструкций осенью прошлого года началось благоустройство двора по улице Текстильщиков в Чебоксарах. В эти летние каникулы детям из окрестных домов есть чем заняться во дворе. Погнали! Рядом с детским городком зона с уличными тренажерами и спортивной площадки. Вот такие падения во время игры больше не заканчиваются ссадинами благодаря специальному прорезиненному покрытию. Кроме того, во дворе построили автостоянку для своих жителей и две гостевые парковки. Все это сделано по программе инициативного бюджетирования. От жителей требуется инициатива и софинансирование в размере 5%. Смертная стоимость этого объекта обошлась 5 миллионов 700 тысяч рублей. 286 тысяч собрали сами собственники этих шестимых квартирных домов. Мы, жители шести домов, объединились. И поэтому нагрузка для жителей была не такой масштабной. В планах у инициативной группы этих домов теперь озеленение. В этом году в Калининском районе по программе инициативного бюджетирования должны благоустроить еще один двор по улице Ярмарочная. В ближайшее время районная администрация определит подрядчика. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Бахтия Арвелиев, Республика. Профессиональный турнир единоборств и ночной велопробег. Чемпионат России по акватлону в открытой Волге и водно-моторное шоу. Зарядка со звездой и творческий бульвар. Парад городской техники и выступление пилотажной группы «Стрижи». Через три недели в Чебоксарах стартуют праздничные мероприятия, посвященные 550-летию столицы. В этом году праздник будут отмечать в течение недели с 18 по 24 августа. О самых значимых и ярких событиях Дня города сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции в столичной администрации. 550-летие столицы Чебоксарах начнет отмечать по-спортивному. 17 августа пройдут сразу два чемпионата по акватлону и лазерану. Причем всемирный городской тур по лазерану пройдет в Чебоксарах впервые. В 2019 году он проходит под эгидой Международного союза современного пятиборья в 180 городах мира и лишь в пяти российских городах. В воскресенье, 18 августа, в Чебоксарах откроются 12 больших фестивальных площадок. Чебоксарцы-гости столицы смогут увидеть театральные представления творческих коллективов. Откроются танцплощадки, где можно будет потанцевать и послушать живую музыку. Новая неделя начнется с ввода в эксплуатацию новых социальных объектов. Детский сад «Планета детства» на 240 мест распахнет свои двери в микрорайоне Садовой. Также в Чебоксарах появится первая инженерная техническая школа. Заработает она в новом корпусе школы номер 61. 21 августа в Чебоксарах наградят нового почетного гражданина города. Вручат памятные медали и медали за заслуги перед городом. А на следующий день, 22 августа, запланирована акция «Город помнит их заслуги», когда по всему городу одновременно состоится возложение цветов ко всем мемориальным доскам и памятникам. С воздуха столицу с юбилеем поздравят прославленные стрижи. Пилотажная группа прилетит в Чебоксары заранее. 22 августа пройдут их тренировочные полеты над Волгой. А самые головокружительные пируэты стрижи исполнят над московской набережной 24-го, самый главный день празднования. Стрижи, возвращаюсь. Вообще, в этот день в Чебоксарах с самого утра будет происходить много интересного. Традиционная зарядка со звездой переместится на московскую набережную. Причем в этом году заряжать позитивом горожану Волги будут аж 4 звезды. На акватории залива пройдет фестиваль водных видов спорта. Состоится водномоторное шоу. Стоит отметить, что некоторые улицы столицы будут перекрыты на время проведения парада городской техники и творческого бульвара. А самое главное театрализованное действие «Чебоксары. Город твоих побед» начнется в 20.00. Горожан и гостей приглашают на певческое поле. Для нас это будет площадка, которую мы будем осваивать в таком формате и масштабе. Учитывая, что мы все-таки город на Волге, то и сцена у нас будет такая тоже свободная, просторная, красивая и будет располагаться на территории певческого поля и будет объединять в себе и экраны, и световое оборудование, и какие-то интересные спецэффекты. Театрализованное представление – это подведение итогов истории 550-летней города Чебоксары, которая будет также проводиться на главной сцене и в которой принимают участие более полутора тысяч человек. То есть это и профессиональные артисты, и коллективы художественной самодеятельности, и спортсмены, и дети творческих коллективов. Они все объединятся в одну большую историю, которая объединит и воздух, и огонь, и воду, и нашу Волгу, ну и, конечно, нас всех, жителей города Чебоксара. И на десерт – выступление хора турецкого, лазерное шоу и фейерверк. Галина Титарчук, Бахтияр, Велиев, Республика. Как в 1964-м. Именно тогда появился первый троллейбус в столице Чувашии. Теперь его можно встретить на улицах города. Он проходит обкатку. Юлия Важенина и Андрей Шоклев одними из первых прокатились на ретро-троллейбусе. Следующая остановка улица Николаева. Именно так с микрофоном в руках раньше водители объявляли остановки. Троллейбусы пользовались большой популярностью. Желающих воспользоваться новым видом городского транспорта было много, а вот самих троллейбусов мало. Поэтому ходили они заполненные. Самый первый троллейбус выехал на маршрут 7 ноября 1964 года. Возил горожан он около 15 лет, а в конце 70-х ушел на заслуженный отдых. Стоял на постаменте как музейный экспонат. К юбилею столицы Чувашии его решили вернуть на дорогу и взялись за ремонт. Он стоял на ремонте с октября месяца до конца мая. Значит, потрачено было на него много сил. Значит, работали наши слесаря. Оставались после работы. В выходной день выходили, чтобы восстановить наш музейный троллейбус. Восстановили как пассажирские. Рабочий день Владимира Спиридонова начинается в 3 часа утра. В 4 его, как и других водителей, забирает служебный троллейбус. В 5 он сам выходит на маршрут. В таком графике он работает уже почти полвека. Кстати, Владимир Поликарпович водил и этот троллейбус. Как было, все есть. Эта панель, вот этот панель, прибор, все есть. Вот старый остался. Вот этот тоже старый. Изменили. Вот только панель. Там деревянный был раньше. А сейчас поставили железный. Что еще? Ручник с этой стороны, а на новых с левой стороны. Двери, фары, таблички. Все из прошлого века. Остались в салоне и кассовые аппараты. Это старый аппарат. Вот сюда кидалось 5 копеек. Открывалось. То есть водитель в начале смены сюда билеты вставлял. Закрывал. Билетики отсюда выходят. Народ 5 копеек сюда ложит. Билетик сам отрывает. То есть тогда не проверяли? Нет, нет. Это как сейчас могут зайти, там сесть втихую. Тогда вот порядочно все кидали. Кассовых аппаратов в каждом троллейбусе стояло два. Спереди и сзади. А здесь билет заправляли. Туда ставили, сюда открываешь. Билет заправляли. Вот так нажимаешь. И билет рвешь. Билет выходил отсюда. 8 месяцев понадобилось специалистам, чтобы вернуть троллейбусу его первоначальный вид. В этом году первому чебоксарскому троллейбусу исполняется ровно 55 лет. И здесь все сохранилось в том же виде. Те же поручни, те же мягкие сидения. И вообще вся атмосфера точно такая же, как была когда-то. Кстати, прокатиться в нем сможет любой желающий в день рождения города Чебоксары. Троллейбус только проходит обкатку, а жителям города уже не терпится на нем прокатиться. Мы ездили на таких троллейбусах. Очень было прикольно, потому что он форма не такой, как щашля. Раньше все было округленное. И автобусы маленькие были. И говорю, ну не квадратные, сейчас все квадратные у нас. Очень хотела бы прокатиться на таком троллейбусе по городу. Это было бы вообще приятно. Вспомнить свое детство. Сейчас у нас другие, посовременнее. Но это тоже интересно. С детства свое вспоминаешь интересно. Молодность. Железнодорожный вокзал, Красная площадь. По такому маршруту полвека назад начал свое движение троллейбус номер один. По нему же он проедет и в день города. А чтобы помочь пассажирам окунуться в атмосферу тех лет, водители наденут советскую униформу. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах чествовали Клару Груздеву. Ее жизнь – одна из ярких иллюстраций к летописи региона. Клара Ильинична хорошо знакома и жителям, и руководителям республики. Свои поздравления ей направили и президент Владимир Путин, и глава Чувашии. Сколько событий может вместить человеческая жизнь? У кого-то дни тянутся, едва сменяя друг друга. А кому-то и 90 лет мало, чтобы успеть сделать все задуманное. Клара Ильинична Груздева как раз из таких людей. Кажется, она родилась с чувством ответственности и желанием приносить пользу людям. Эти качества всегда помогали ей бороться с трудностями. А они начались, когда Кларе было 12 лет. Мама пошла на базар. И мы дети, четверо нас было маленьких детей, ждали ее у калитки во дворе с гостинцами. А она пришла вся заплаканная и сказала, «Дети, началась война, Гитлер напал на нашу страну». Отец Клары Ильинична погиб под Ленинградом. Семья выживала как могла. Поэтому дети, едва повзрослевши, шли работать. Серьезная, ответственная, умеющая принимать решения девушка успешно справлялась с нагрузкой. Хотя специальность выбрала себе нелегкую. Почему я именно выбрала сельхозинститут? Ну я, мама моя, семья наша, папа на семье, мамин семье. Они выросли в колхозе. Пережили вот эти тяжелейшие годы коллективизации. Работала она все время и в поле, и дома. Это одно. Второе еще, тоже важное было для нас, когда мы очень тяжело жили материально. В сельхозинституте было общежитие. И был большой шанс получать и там стипендию. У Клары Ильиничны была возможность уехать в другой регион. Но она осталась в родной Чувашии. И ни разу об этом не пожалела. Ни когда работала зоотехником, ни когда руководила районным сельхозотделом, ни когда отвечала за развитие отрасли в целом, будучи секретарем Чувашского комопартии. Тяжело было. Но вот постепенно познакомилась с людьми. Как-то вот люди меня поняли. И я их поняла. И получилось так, что обучая их, я училась у них, набиралась опыта. И вот так постепенно, начиная с кличек коров, начиная с ремонта помещения, даже посещая на дому животноводов больных или очень в чем-то оказавшись в тяжелом положении, как-то вот сблизились. Вот это, пожалуй, самое главное правило мудрого руководителя, когда ты и твои подчиненные словно сообщающиеся сосуды. Сегодня наполнили энергией тебя, а завтра ты отдал все свои знания и умения. Клара Ильинична – щедрый человек. Она не жалела для людей ни времени, ни сил, ни заботы. Восемь лет руководила областной профсоюзной организацией, в которой состояли более 600 тысяч человек. Ирисовпроф отвечал за социальное страхование, пенсионное обеспечение, охрану прав и трудовых интересов, развитие физкультуры и спорта, за духовное воспитание, за распределение жилья и детских садов. На вопрос, что помогло в жизни и стало залогом успеха, ответ простой. Трудолюбие. Это все, что успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.